Свой рейд правоохранители вместе с представителями социальных служб начинают вечером. Именно в это время обычно наблюдается пик нарушений. Первый по маршруту – деревня Тельмы. Как всегда в списке – знакомые адреса, где проблемы существуют уже не один год. Данное мероприятие проводится как межведомственной программой заботы, проводимой в течение всего летнего периода в Республике Беларусь, так и в рамках непосредственно проведения акции «Семья без насилия». При посещении данных семей сотрудники органов внутренних дел, так же как и сотрудники отдела образования, социальных служб, проводят мониторинг квартир, в которых проживают, либо частных домовладений, где проживают наши семьи. Осматривается и мониторится ситуация, связанная с тем, кто может находиться в этих квартирах. Посторонние лица зачастую могут присутствовать, распивать алкогольные напитки. Проверка была, как всегда, без предупреждений. Однако в этот раз количество выявленных нарушений было существенно ниже. А это значит, превентивные мероприятия дают свои плоды. Условия проживания малышей, наличие необходимого количества продуктов и средств гигиены, соответствие спальных мест необходимым требованиям. Все эти показатели были близки к норме. Но это еще не говорит о том, что семья будет исключена из списка с грифом социально опасных. Важно, чтобы такие условия поддерживались на протяжении длительного времени. Многие обещают исправиться. Обещают, но это не всегда получается. Но в некоторых людях заметно, что они стараются. И мы предпринимаем все возможные усилия. Когда признают социально опасное положение, составляется индивидуальный план защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего. Туда содействованы все субъекты профилактики. Это, может быть, если в школе, то это будут педагоги социальные, психологи, классные руководители. Также еще привлекается РУЧС на обследование. В рамках комплекса рейдовых мероприятий комиссия посетила и другие населенные пункты – Ковердяки и Матыкалы, где также проживают подшефные нарушители. Однако, завидев в сопровождении проверяющих камеру, многие попросту отказались открывать дверь. Жаль, что чувство стыда просыпается в них не через детские глаза, полное страха и испуга от родительского поведения, от возможности огласки собственной халатности и беспомощности перед пагубными привычками. Ситуация складывается достаточно благополучно, но зачастую, конечно, мы выявляем. И впервые могут происходить такие ситуации, где у нас сотрудники выбывают по заявкам граждан на семейные скандалы. Иногда происходят достаточно серьезные моменты, связанные с причинением телесных повреждений, где супруги позволяют выяснять отношения, особенно после употребления алкогольных напитков. Все эти моменты отслеживаются и соответствующая работа проводится на должном уровне. Всего в Брестском районе проживает 113 детей, чье положение признано социально опасным. Участковые, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, психологи, социальные педагоги исследуют каждую ситуацию в отдельности, стараясь вникнуть в суть проблемы и помочь. Но решить ее возможно только тогда, когда сами родители задумаются. А хотели бы они для себя детство в страхе и ужасе.